Я не думаю, что это нанесет какой-то ущерб каким-то глобальным отношениям США и России, потому что, во-первых, сами американские власти поставили ситуацию со Сноденом в такие условия, что был выбор у каких-то других стран, которые сажали самолет, которые разрешали или не разрешали въезд европейских уже решать по своему усмотрению, хотя они имели право этого не делать по законодательству и имели право не соглашаться с американцами. То, что мы пошли на это, я считаю, что в этом существует немножко державная вещь, потому что Сноден лично России ничего плохого не сделал, и есть определенные условия, на которых он здесь остается. То есть это не значит, что становится почетным гражданином России, как де парди сразу. К тому же соглашение с американцами при неподписании положения в такой ситуации невыдачи беженцев и граждан, просящих политического убежища из других стран. Я думаю, что Россия просто сочла, что не стоит в этой ситуации идти на поводу Америке, потому что сильное государство имеет свою другую позицию и готова обосновать, почему она так поступает. Наверное, представляешь, что Америка вас примет тоже. Это серьезно, и это не приведет к каким-то глобальным вещам. А что касается, принесет ли он нам вред, ой, я думаю, что его сейчас в ближайшее время, наверное, будет волновать безопасность собственная. То есть он будет заботиться о себе, чем о нанесении вреда американцам или какой-либо другой стране. Это надо тоже, конечно, быть человеком, который хорошо подумал, прежде чем такие вещи делать, как Эдвард Сноуден. Вот я думаю так. Думаю, что здесь мы поступили, так сказать, немножко наперекор Америке, но это имиджевая какая-то даже российская вещь, потому что если какая-то Европа и какой-то Евросоюз на что-то идет, мы на это не идем, потому что мы имеем право обосновать, почему мы не согласны.